В районе уже много лет проводятся спартакиады школьников и добризывной молодежи. Большим спортивным праздником становятся спартакиады городских и сельских поселений. Профессиональные состязания проходят и среди полицейских. А на днях на базе пожарной части в городе Видное состоялся смотр пожарных. Но не профессионалов, а добровольцев. Внимание на экран. Два года назад в Российской Федерации был принят закон о создании ДПД – добровольных пожарных дружин. В Ленинском районе такие формирования на сегодняшний день есть во всех поселениях. А также на многих предприятиях. Их создано около 30. В идеале они должны находиться в каждом нашем садовом товариществе. Они должны находиться на каждом объекте. Потому что обязанность каждого в случае необходимости – уметь потушить пожар в той или иной степени. Отрядам добровольных пожарных отводится важная роль. Боевой расчет дружины обычно состоит из 5-6 человек. Это люди, обученные работе со средствами пожаротушения. Они должны отлично знать свою вторую специальность, которая в любой момент может стать основной. Но главная задача добровольцев все-таки – это помощь профессионалам. Оповещение и эвакуация населения, оказание подмоги в боевом развертывании и доставке оборудования к месту происшествия. В Ленинском районе уже бывали случаи, когда добровольцы оказывались первыми на линии огня. Пожары происходили в одном случае в строении, приспособленном для хранения материалов строительных на садоводческом участке. А в другом – это был жилой дом, где как раз добровольцы первыми приехали на своем автомобиле, привезли мотопомпу. Своими действиями первоначально эвакуировали жителей этого дома из соседних домов. А привыкшие уже пожарные подразделения провели тушение, развертывание и тушение пожара. В смотре соревнований, который впервые проходил на базе Видновской пожарной части, приняло участие 9 отрядов. Среди них 3 представляли предприятия Ленинского района, управляющая компанией ЖКХ, ПТО городского хозяйства и Видновская ДРСУ. В этот день расчеты ДПД были полны решимости достойно выступить во всех видах программы, включавшей преодоление полосы с препятствиями, пожарную стафету и боевое развертывание. Кто знает, что и когда может пригодиться в жизни. Нужно быть готовым к любой ситуации. И главное – сохранять самообладание. Человек должен подготовлен быть хотя бы на первоначальном этапе, сделать хотя бы какое-то малейшее тушение. И я думаю, что если у нас люди будут этому обучаться, я думаю, меньше будет пожаров у нас в доме, в районах и в городах. Эти соревнования первые за последние несколько лет стали еще одной масштабной тренировкой и возможностью получить бесценные советы от профессионалов. Татьяна Акимова и я, дамя Елена Кошелева, Видное ТВ.